Искусство для всех. В Краевом театре кукол прошел первый городской инклюзивный фестиваль. Не просто искусство. Среди творческих коллективов на сцене выступили и дети с особенностями развития. Подробности в нашем следующем сюжете. У особенных деток должны быть особые родители. Самые чуткие, терпеливые и, конечно, любящие. Юлия одна из них. Мама 11-летней Солнечной Алины и 8-летнего Егора. А еще Юлия руководит инклюзивной танцевальной студией «Танцующие лучики», где занимаются дети с особенностями и без. Ребята просто покорили зрителей своей искренностью. Юлия считает, что совместные занятия помогают детям с синдромом Дауна быстрее развиваться и заводить друзей. Детки ходят на танцы с удовольствием, очень любят выступать. Мы ездим по различным городам, выступаем на разных фестивалях и конкурсах. И дети, конечно, понимают, для чего это они делают. Они стремятся быть все лучше и лучше и стараются. В Краснодаре это первый подобный фестиваль. Но организаторы надеются, что он станет традиционным. Ведь за красивым зрелищем стоит большая цель. Мы предлагаем зрителям не просто посмотреть, но и задуматься хотя бы на несколько минут о том, как искусство в жизни разных людей отображается и как оно влияет на эти жизни. Люди, которые разные, столкнулись с какими-то своими жизненными трудностями или препятствиями, как искусство им помогло это все преодолеть и справиться. Многие из ребят занимаются искусством уже давно, но все равно нуждаются в поддержке близких и зрителей. Работа с такими детьми требует в разы больше усердия и терпения преподавателей, но и дает невероятные результаты. Детки с другим взглядом на мир своим примером вдохновляют родителей и других, не похожих на всех ребят, идти только вперед. Это событие помогло разрушить стену непонимания и стереотипы благодаря простой вере и любви. Фестиваль еще раз доказал у творчества нет рамок и правил. Кристина Сорокина, Андрей Токмаков, Юлия Денега, телекомпания «Краснодар».